Македонский династии Македонский династии Константин VII имел собственную мастерскую для создания копий античных рукописей. До нас дошли удивительные миниатюры, так называемой Парижской псалтери. Столица империи, Константинополь, удивляла своим почти сказочным великолепием и роскошью. Полная парадного блеска, роскошных храмов, драгоценных украшений, сверкающих дворцов, она производила неотразимое впечатление на гостей великого города. В обществе усилилась тяга к роскоши и изяществу. Процветали ювелирное дело, прикладное искусство. При украшении произведений прикладного искусства практически всегда использовались античные сюжеты. Резко увеличилось количество монастырей. В это время был создан один из наиболее изысканных образцов крестово-купольного храма, получивший название храма, на четырех колонках. Началось воссоздание мозаик Софийского собора, уничтоженных в период иконоборчества. В 1019 году, завоевав Болгарию, Василий II отпраздновал великим триумфом наибольшее усиление империи со времен, предшествующих арабским завоеванием. Завершали картину блестящее состояние финансов и расцвет культуры. Однако одновременно начали появляться первые признаки слабости, что выражалось в усилении феодальной раздробленности. Знать, контролировавшая огромные территории и ресурсы, часто успешно противопоставляла себя центральной власти. Упадок начался после смерти Василия II, при его брате Константине VIII, в 1025-1028 годах, и при дочерях последнего, сначала при Зое и ее трех последовательно сменивших друг друга мужьях, Романе III, в 1028-1034 годах. Михаиле IV, в 1034-1041 годах, Константине Мономахе, в 1042-1054 годах, с которым она разделяла трон, Зоя умерла в 1050-м, и затем при Феодоре, в 1054-1056 годах. Ослабление проявилось еще более резко после прекращения Македонской династии. Последней правящей представительницей Македонской династии была Феодора, византийская императрица с 11 января 1055 года, по 31 августа 1056 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok